В программе «Мужское начало» как всегда оказывает дружескую поддержку компания Велерой Бог. Это программа «Мужское начало. Вечные ценности». И мы превращаем скоротечные мгновения жизни в нашей истории. Фонд «Шаг навстречу» свою работу подвигом не считает. Просто уже много лет здесь самоотверженно и даже самоотреченно занимаются тем, что спасают жизни и дарят будущее тем, кто сам о себе позаботиться не может, тяжело больным детям и детям из детских домов. А еще «Шаг навстречу» умеет подарить праздник. На днях в нашем городе прошел очередной, организованный фондом «Благотворительный вечер». Мы соберем деньги на путешествия зимние наших подопечных детей, которые живут в детских домах, онкологических детей. Это будет поездка к Деду Морозу, это будет Москва, это будет Кремль, новогодняя елка, это будут паломнические поездки, это будут театры, концерты. Помимо организации зимнего отдыха для маленьких подопечных фондов, это еще и адресный сбор средств на дорогостоящие операции, необходимые тяжело больным детям, а также финансовая помощь одному из детских садов, разрушенного наводнением Крымска. Это ведь не только деньги, это еще и труд. Мне лично, конечно, было бы тяжело этим заниматься, потому что силы, наверное, своего характера, каждый раз это очень сильно переживаешь. Когда ты находишься все время в этом состоянии, это действительно очень дорогого стоит. Помогать могут все, это не зависит абсолютно ни от чего. Это зависит просто от состояния души, от воспитания человека, от видения окружающего мира и от своего желания быть соучастником чего-то хорошего. Каждый человек должен что-то сделать, не важно, помочь обездоленным, помочь бездомным или что-то создать для людей, все равно так линия, каждый человек проживает, что-то для других людей делает, иначе зачем, так сказать, все это нужно было. За серьезные суммы уходили не только редкие ювелирные изделия, пожертвованные фонду, но и талантливые работы маленьких художников из детских домов, где в преддверии аукциона проводились творческие конкурсы. Известнейший французский фотограф русского происхождения, потомок Льва Толстого Дмитрий Толстой выставил одну из своих фоторабот. Это очень важно для меня, когда я могу дать, помогать, дать фотографии. Это в этого года, это четвертый раз я это сделаю. Дать пример людям, которые могут по возможности помочь другим, которые нуждаются в этой помощи. Я верю, что это как-то, как-то поможет все-таки этим несчастным, замечательным и порой очень талантливым детишкам. Хотелось бы это продолжить, может быть, на государственном уровне, чтобы это была более широкая программа. И мы бы, наверное, помогли очень многим детям. Будни фонда «Шаг навстречу» – это и есть настоящий подвиг. Так хочется, чтобы для нашего общества этот подвиг как можно скорее стал повседневной нормой. Ведь воспринимать чужую боль как свою, согласитесь, это просто нормально. 20 с небольшим лет прошло с тех пор, как мы перестали строить коммунизм и перешли на строительство капитализма. Стройка пока идет, но изменения в нашей жизни очевидны. Первая из них – всеобщая автомобилизация населения. Наша мечта о цивилизованном рынке с человеческим лицом первым делом воплотилась в рынки автомобильных. На этом рынке даже официальные дилеры крупных иностранных компаний не получают никаких изначальных преференций и вынуждены ежедневной работой доказывать, что они лучшие. Я считаю, что клиент имеет право позвонить ночью менеджеру, если у него случился какой-то вопрос по автомобилю. Это абсолютно нормально. Это работа нашего персонала, отвечать на вопросы, чтобы не было никаких недопониманий у клиента. Весь бизнес строится любой, только на рекомендациях. Если нас не будут рекомендовать, наш бизнес умрет. Эксперты автомобильного рынка говорят, что сегодня в России в конкурентной борьбе выигрывает тот, кто делает ставку не на технологии, а на персонал. Потому что техническое оснащение автосалонов и сервисных центров сегодня на высоте у многих. И дополнительные вложения серьезно не сказываются на уровне оказываемых услуг. Это затратно, но всегда окупается. Если у тебя работают лучшие, и ты будешь лучшим. Наши продавцы и наши механики участвуют в чемпионатах, которые проводит Volkswagen. И самое примечательное, что наш город Санкт-Петербург на финале чемпионата России по сервису, по продажам будет представлять только наш персонал. Кто они такие, эти лучшие из лучших? Передовики капиталистического производства. Неужели существуют какие-то секреты в том, как продать лучше других автомобиль, одно имя которого говорит само за себя? Часто бывает, что агрессивные менеджеры продают напором, и в итоге человек, он приобретает товар, в нашем случае автомобиль это не дешевый товар, уезжает и спустя время понимает, что это не то, что он хотел. Ну а механики? Высококвалифицированный рабочий класс. Неужели и они знают какие-то недоступные простым смертным секреты? Работаю, нравится, интересно. Любая неисправность, какие-то определенные знания появляются. Работа безответственности, это называется безответственная работа. Стараюсь до этого не доводить. То есть за любое выполненное действие стараюсь отвечать. Потому что когда мы решаем серьезную какую-то проблему, мы получаем дополнительную информацию и занимаемся самообучением. То есть мы, когда у нас идет ряд каких-то сложных неисправностей, то мы не стоим на месте. Вот оно какое человеческое лицо капитализма. Капитализма, как две капли воды, похожего на коммунизм, где люди верят в светлый идеал и на работу ходят, как на праздник. Еще недавно у каждого овоща и фрукта был свой короткий сезон. Ну а потом пришел неминуемый прогресс. И на смену сезонности пришло изобилие супермаркета, где есть все и всегда. К нам приходят гости и говорят, дайте мне яблоки, которые портятся. Говорят, я уехала в отпуск на два месяца, приехали, они у меня в холодильник лежат такие, как только я их купил. Хочу яблоки, которые портятся. Вот эти российские яблоки, которые ароматные, снятые с дерева и которые, как бы, вот тоже есть очень определенный короткий срок, который мы им торгуем. Сегодня, чтобы предложить покупателю ассортимент сезонных овощей и фруктов, нужны воля и энтузиазм. Поэтому сезонные встречаются только там, где не гонятся за гигантскими объемами продаж и делают ставку на качество. Сезонные – это возвращение к орням, к подлинному смыслу продуктов, но уже на новом, современном уровне. Сезонные мы представляем шесть видов хурмейна. То есть мы можем порадовать нашего покупателя абсолютно различными нюансами вкуса этой замечательной ягоды. Есть хурма плотная, с плотной мякотью, это Испания. Вот мы можем посмотреть, она даже отличается. Если я возьму Испанию и возьму королек, вот они совершенно разные на вид, очень плотная мякоть, а у королька очень мягкая. То есть вот она такая сочная. Это и есть старый принцип сезонности, учитывающий достижения 21 века. Традиционно выращенные овощи и фрукты с коротким сроком годности, то есть сезонные, собранные с разных концов света, чтобы подарить нам не только разнообразие вкусов, но иногда и ностальгические воспоминания детства. Абхазские мандарины, которые не так красивы, как турецкие, но это вкус нашего детства. Они такие сладкие и ароматные, что всегда напоминают нам о каком-то счастье и о Новом Годе. И появляются они на нашем прилавке только осенью. И только всего лишь в течение двух месяцев мы можем ими торговать, потому что вот такой короткий срок, вот такой сезон у этого фрукта. Русская квашеная капуста, как ни парадоксально, тоже сезонный продукт. Если мы, конечно, говорим о настоящей квашеной капусте, а не о современных ее имитациях. Сезонный продукт у нас квашеная капуста. Летом у нас ее не бывает, хотя летом тоже люди ее спрашивают. Она появляется только в сезон, когда тот сорт капусты, который мы квасим, а это, как правило, слава, да, наша российская замечательная капуста, которая позволяет иметь хрустящую структуру после квашения, она появляется только в конце сентября, в начале октября. И вот люди наши, гости, скучают, говорят, ну когда же будет капуста, сезонный продукт. Сегодня, наигравшись в прогресс, мы вновь с удвоенным интересом всматриваемся в прошлое и находим там смысл, которого прежде не замечали. Возьмите хотя бы русскую поговорку. Всякому овощу свое время. Актуально ведь, согласитесь? Это была программа «Мужское начало вечной ценности», которая, не забывая про вековую мудрость, ищет вдохновение в настоящем. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова